Здравствуйте! Вы врезались в автомобиль, но виновником аварии себя не считаете. А вот возможно ли доказать свою правоту? Прямо сейчас ответ на этот вопрос дадут адвокаты. В принципе, это всегда можно определить по поведению второго участника ДТП. То есть вы всегда можете понять, адекватно ли действовал тот водитель. То есть если вы въезжаете в другой автомобиль сзади, может быть это одновременно как ваша неосторожность, так и автоподстава. Чтобы разобраться в этом, надо сразу, конечно, посмотреть на поведение другого водителя. Во-первых, другой человек никогда не должен быть абсолютно спокоен. То есть абсолютно спокойны люди, которые сознательно знают, что делают, как правило. Но самое главное, вам всегда из машины, как правило, видно, что происходит впереди. Если у человека не было оснований для применения какого-то экстренного торможения или еще чего-то такого, значит вероятность того, что все-таки там это было какое-то спровоцированное в отношении вас действие, является достаточно высокой. Как правило, опять же, по автоподставе можно определиться, что это именно она, понять, исходя из того, что автомобиль перед вами, например, резко появится, резко перестроится. То есть вы едете, не привлекая к себе внимания перед вами, вдруг появляется автомобиль, резко бьет по тормозам. Если вы один раз умудритесь этого избежать, то, как правило, следует вторая попытка. Поэтому в этих случаях очень все-таки помогают всегда видеорегистраторы. Если он у вас в машине есть, и машина им оборудована, то доказать, что это все-таки было спланированное действие, гораздо легче, когда имеется несколько фактов таких подобных. С каждого человека, который участвовал в ДТП, всегда берутся объяснения. Поэтому, кроме стандартных фраз, что я там ехал тогда-то на том-то, двигался так-то, такой автомобиль сделал кто-то, вы полностью излагаете свое видение ситуации и дальше пишете. Все произошедшее было зафиксировано, установлено у меня в автомобиле видеорегистратором. Лучше указать его там марку, номер и так далее. Вот, видеозапись имеется. Вот, и в принципе, тогда эту видеозапись вы впоследствии спокойно изучаете в ходе там либо административной комиссии, либо в ходе ли судебного, ли заседания, либо еще где-то в любом месте, где вы будете конкретно оспаривать вашу виновность, если таковая вдруг была установлена. Если же видеорегистратора не было, то тогда первые действия, которые необходимо сделать, это все же у нас большинство людей сейчас владеют телефонами, которые позволяют снимать видео, поэтому надо хотя бы на фото и видео телефона для начала заснять не только то, как стоят автомобили, не только именно какие повреждения причинены этим автомобилям, но также обязательно необходимо заснять следы движения. И вот эти вот следы движения, их надо очень тщательно охранять и не позволять ни второму участнику ДТП испортить, ни другим автомобилям, то есть надо именно смотреть. Вот сейчас, например, зимой это вообще очень актуально, потому что все следы торможения, все следы перемещения автомобиля и так далее, их все всегда можно увидеть, поэтому обязательно подходите и вот там подошли к заднему колесу автомобиля, начали снимать и оттуда вот от заднего колеса того автомобиля посмотрели, откуда он там начал тормозить, откуда он перестроился и так далее, и так далее, и так далее. То есть, если имело место какое-то резкое перестроение перед вашим автомобилем, после чего было применено экстренное торможение, и вы это зафиксируете, вы даже без помощи видеорегистратора в этой ситуации сможете доказать свою правоту. Очень важный момент по поводу видеорегистраторов независимых свидетелей. Очень часто у нас бывает так, что рядом ехала машина с регистратором, выбегает человек, говорит, вот у меня запись с регистратора, скопируйте, пожалуйста. Человек ее копирует, успокаивается на том, что его правота полностью доказана, идет в ГИБДД, ГИБДД, допустим, эту запись рассматривает, они там достаточно хорошо подходят к предоставлению доказательств в этом отношении, а потом человек, допустим, обжалует постановление ГИБДД в суд. И в суде судья может эту запись отказаться воспроизводить, отказаться смотреть, потому что не установлен источник этой видеозаписи. То есть, если вам кто-то человек представляет эту запись, то, соответственно, ну, будьте любезны у него узнать его как минимум фамилию, имя, отчество, там, хотя бы мобильный телефон, желательно еще адрес, и желательно, чтобы он написал какую-нибудь сопроводительную записку. Я такой-то двигался там-то, там, увидел такое-то на регистратор, видеозапись в таком-то формате передана тому-то, тому-то. Вот, потому что если человек этот потом в судебное заседание не явится, то легализовать эту видеозапись с чужого регистратора у вас не получится. И есть большая вероятность, что вы действительно просто не сможете ее никому в суде показать. Вопросы о нашей программе можете задавать по телефону 578-555. Смотрите нас на сайте 35media.ru Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова